Я прямо сразу говорил, что, ребят, по моим оценкам, вся эта история рассосется к 8 марта, под праздник. Суть не в этом. Суть в том, что я своими словами немножечко Клаузевица перескажу. Суть в том, что войну никогда не начинают с перепоя или с перенюха там, значит, аргентинского белого порошка. Война по Клаузевицу – это продолжение политики, ее инструмент и, значит, средство. Известный исторический пример. Когда Риббентроп летел в Москву, под великими луками его обстреляли наши зенитчики. Ты представляешь, если бы они попали, да? То есть вот вам фактор случайности в истории. Международные резервы Российской Федерации – 630 миллиардов долларов. Фраза «Кому война, кому мать родна»? Ведь происходит что в этот момент, когда мы так хорошо пополняем ФНБ, когда мы на таких профицитах? Мы с коровы российской экономики получаем одновременно. То есть, во-первых, мы соски и ее выменя вытягиваем до земли, а может быть уже и ниже мы ее дуем на гаражной яме. Извините за этот образ. Может быть, он не очень такой, конечно, эстетичный, значит. И одновременно… Образ очень правильный. Очень правильный. Вот мне тоже говорят, Бабылев, а что ты вот рассказываешь про изъятие денег из экономики, а почему-то себя не поджег на Красной площади в знак протеста против этого изъятия. Ну, то есть это вот недостаточно виктимен, типа того. Ну, скажи мне, итак, какой товар продает Владимир Владимирович Путин в США, своему коллеге Джо Байдену, НАТО, ну вообще городу и миру. Извини, вот я формулирую бизнесовую категорию, потому что… Уважаемые зрители, дорогие друзья, вы на канале «Главная тема народ». Я Александр Бабылев, и на связи со студией у нас сегодня очередной и внеочередной эфир, совершенно неподготовленный, на связи со студией, политик, экономист, предприниматель, мой друг Дмитрий Валерьевич Потапенко. Дмитрий Валерьевич, я тебя благодарю за то, что ты меня поддерживаешь во всем, и в том числе в экспромтах, которые, знаешь, неподготовленный эфир – это рискованная вещь. Так что вот спасибо тебе за это. Любая авантюра должна быть, соответственно, за нее надо внести ответственность. Вот давай понесем ответственность вместе. Это ты меня не приободрил, но твой ответ опять был, знаешь, таким прям очевидно дружеским. У Родьярда Киплинга есть такое стихотворение, друзья, называется «Соты о дружбе». Кому интересно, погуглите, уверен, что оно вас не разочарует. Значит, смотри, я почему в таком приподнятом настроении? Тема войны, мы с тобой ее не обсуждали. И, как всегда, мы с тобой, получается, что последний не спускаемся с холма, чтобы всех проанализировать как следует. Ну и давай этим займемся, раз уж такое, говорится, желание есть. Тема войны, она вообще не сходит ни с новостных, ни с аналитических выпусков. Скажи мне, итак, какой товар продает Владимир Владимирович Путин? США, своему коллеге Джо Байдену, НАТО, ну вообще городу и миру. Извини, вот я формулирую в бизнесовых категориях, потому что еще раз признаюсь, что не готовился. Ну давай так, смотри, я готов, я пришлю тебе эту картинку, если захочешь, ее можешь разместить. Это мировой валовый продукт, разделенный по странам. И это просто всегда нужно не только держать в голове, абсолютно зрителям любого канала, хоть федерального, хоть не федерального, когда они начинают все что угодно обсуждать. Неважно, что бы вы ни обсуждали. То есть вы с первого раза, в общем-то, Россию с точки зрения объема экономики там не так-то быстро и найдете. Это первое. Второе, что вы увидите, что, в общем, наша экономика по объему близка к так называемой бразильской экономике. Только при этом, при всем, и уровень бедности, и наличие фавел в Бразилии крайне-крайне высок. Собственно говоря, мы, но при этом они еще живут существенно южнее, поэтому, скажем так, затраты и трудозатраты одновременно очень важно на производство и, соответственно, включение в себестоимость у них ниже, а у нас выше. Вот, поэтому, возвращаясь, почему я сделал эту подводку. Любое обсуждение должно начинаться с признания факта. Одиннадцатая, тринадцатая террая экономика мира крайне сложно, вне зависимости от каких-либо там факторов, может с кем-либо разговаривать. Причина, опять-таки, ты не встроен в технологическую цепочку. Безусловно, если мы будем читать «Ура патриотов», они будут там либо говорить про паритет покупательной способности, что само по себе бред. Причина очень простая, что паритет покупательной способности – это такая очень искусственная мера. По этой цифре я могу Россию поставить вообще на первое место очень простым манипулятивным фактом. Телега и тележки на самом деле являются средствами передвижения и транспортными средствами. И на этом основании можно сказать, что мы делаем Арабские Эмираты. Хотя это не так. Там ездят на Ламборджине, а мы на садовой тачке. Это к вопросу о паритете покупательной способности. Поэтому, поскольку мы не можем продавать сотрудничество, мы продаем проблему. Более того, если сейчас, ну как-то медленно, конечно, в юморном тоне, они, но люди, когда обсуждают, например, новогодние фейерверки, они уже начинают обсуждать это немножко разумно. Начинают обсуждать, о, тысяча полетела, вторая тысяча, а вот это уже пятерка полетела. Это хорошо, что люди так начинают фейерверки серьезно обсуждать, потому что нет такой страны мира, скажем так, ни европейской, ни Соединенных Штатов, где частный гражданин запускает в воздух реально миллионы, даже миллиарды рублей. При этом, когда те, кто себя ошибочно называют патриотами, радуются, что есть какая-то очень дорогостоящая, с точки зрения экономики, абсолютно незапланированная поездка, 150 тысяч вояк на границу с Украиной, люди должны понимать, это поехали несколько сотен миллиардов рублей ваших денег, потому что во всех странах мира статьи бюджета, в том числе и на эту трату, открыты. У нас до 25% нашего бюджета, они закрыты. И это вот наша фундаментальная очень разница с Европой и с Америкой. Открытость и закрытость бюджета в основном, то есть по большей части, мы можем только догадываться по косвенным расходам, это, конечно, всякая оборонка. Поэтому, когда ты задаешь вопрос, а что, о чем мы можем переговариваться с каким-то там Байденом или еще кем-то, выставляя ему ультиматум, что вы не принимаете в НАТО, например, Украину, ну, это не вопрос политического решения, это вопрос самого устава, самого НАТО. НАТО – это открытая организация, в которую может вступить в том числе и, как ни покажет страна, и Россия. Но это мы там демонизируем все время Штаты, там есть одно большое правило. Одна страна, один голос. И как бы Америке там не хотелось, она, конечно, там действительно много чего решает, именно за счет, в первую очередь, экономики, то есть вне нахождения НАТО, скажем так. Но вступит в НАТО Украина или не вступит, решать будет все страны НАТО. Это раз. Второе. Не размещение тех или иных вооружений на границе с Российской Федерацией. Простите, но мы же как это... Тут достаточно четкий паритет. То есть мы что считаем? Что мы, например, троллим Украину и на этом основании, наоборот, мир не будет размещать на наших границах вооружение. Мы троллим Молдову своим преднестровьем, строим, и там не будет ракет. Мы троллим Грузию, рассказывая, что мы там ввели миротворческую операцию в Осетии, и там не будет ракет. Достаточно странный подход. Ну, то есть это подход, человек, который начинает искать какие-то... Ну, потому что я читаю периодически, там, аргументацию, так называемый, патриот. Нет, ребятишки, вы по тем или иным способам, военным способам, способствовали, там, как вам кажется, установлению каких-то миротворческих сил. Там, мирного процесса, там, в Осетии, в Приднестровье, в ДНР, ЛНР. Это вам кажется, что это ваш процесс. Почему весь мир должен принять вашу позицию? Поэтому позиция у Соединенных Штатов и вообще НАТО, она понятна и прозрачна. Потому что, как говорится, мы сейчас пытаемся договориться с Венесуэлой и с Кубой по поводу размещения ракет. Только есть маленькое но. В Венесуэле и Кубе экономически на сегодняшний день нет никакого смысла с нами общаться. Поэтому мы, как и ранее при советской власти, должны будем чехлить колоссальные деньги, точнее вы, мы как налогоплательщики, за то, чтобы там просто стояли ракеты. При этом это не дает ничего абсолютно с точки зрения так называемой безопасности. Вот, собственно говоря, такая нехитрая предыстория, о чем можно было бы разговаривать с условным НАТО и с условным Байденом. Ни о чем. Потому что мы в их картине координат. Я возвращаю к тому, с чего я начал. Внимательно посмотрите на размер нашего ВВП. Не в смысле нашего ВВП. Просто на его размер тоже надо смотреть. Особенно, когда он кладет на Пискаревском кладбище принесенный сотрудникам спортивной шапочки. Дмитрий Валерьевич, зеркальце, я твое разобью. Что ж такое? Да, я понимаю. Хотя это не счастливая примета, но ладно. Ну да, вот. Ну а потом его точно так же, этот же сотрудник в спортивном шапочке, которую я в свое время шил, она называлась Уносит. Да, но пока нам, России, лично Владимир Владимирович Путин, не дали США и НАТО гарантии безопасности. Не дадут, не будут. Приходится принимать меры безопасности. Хоть и ты, как говорится, организируешь. Блокатников держать за решеткой три часа. Нет, сам Песков абсолютно прав. Безусловно, само возложение было минут, может быть, 10-15. Чисто протокольная съемка. Но только перекрытие для того, чтобы Владимир Владимирович туда приехал, оно часа три. Потому что я это вижу каждый день. Как только, потому что я живу, к сожалению, рядом с двумя так называемыми правительственными трассами. И когда едет кортеж, перекрытие меньше 35 минут не бывает. Никогда. Увы. Я тебе, знаешь, что хотел сказать? Это не надо. В желтой зоне у тебя индикатор все время. У тебя есть какие-нибудь открытые приложения на компе, чтобы мы могли пропускную способность улучшить? Я могу YouTube закрыть. Ну, что-нибудь, да, чего не надо в этот момент. Да, легко. Все, тогда продолжим. Итак, ну ты, благодарю тебя, что ты дал такую общую картину. Знаешь, я немного жалею, что на канале в эфирах не зафиксировал свою прогнозную позицию по Украине. Не то, чтобы меня, как бы, не то, чтобы я, как бы, хочу истяжать лавры прогнозиста. Это дело опасное. Да, многие эксперты нам с тобой знакомы, этим делом частенько увлекаются. Увы, это очень рискованное занятие. Вот, но я там написал паре своих подписчиц, что, девчонки, да не волнуйтесь, там, ну, как бы, маловероятно, что... Я это, я озвучивал сразу, я прямо сразу говорил, что, ребят, по моим оценкам, вся эта история рассосется к 8 марта под праздник. Потому что числа 20-го они будут еще брицать пропагандистскими заявлениями, как с одной, так с другой стороны. Вот, но уже даже сейчас видно, что рассасываются, они, по-моему, войска уже отводят на веренные позиции. Вот, там еще надо будет покрошить булку, а потом, в общем-то, мне нет предмета обсуждения. Я оценил по вероятности войны не более 15-25% исключительно по воле случая. Если у кого-то, кто перегрет мозгами вот этой пропаганды, сдадут нервы, и он нажмет пусковую установку, это все. Я это твое суждение слышал в эфире канала спец, у Игоря Михайловича Гончарова. Игорь Михайлович, привет, большой, качественный эфир, как всегда, спасибо. Значит, я тебе хочу сказать, мы с тобой как-то плавозивицы поминали, что это мой любимый маркетолог, как я его называю. Хотя он бибелищайший, на мой взгляд, стратег. Русский или немецкий, как правильно сказать. Мы его, кстати, тут и с Кедми тоже поминали, Яков тоже уважительно относится к этому автору, но суть не в этом. Суть в том, что я с вами словами немножечко клаузивицы перескажу. Суть в том, что войну никогда не начинают с перепоя или с перенюха аргентинского белого порошка. Война по клаузивицу это продолжение политики, ее инструмент и средство. Так вот, обе стороны, как ты сказал в эфире спец потенциального конфликта, если он случится, несут неприемлемый ущерб, но только, если только не фактор случайности, о котором ты только что сказал. Это вопрос такой. И есть вариант, что у кого-то действительно нервы сдадут, скажи, кстати, известный исторический пример, когда Риббентроп летел в Москву, под великими луками его обстреляли наши зенитчики. Ты представляешь, если бы они попали? Вот вам фактор случайности в истории. Скажи, пожалуйста, если все-таки эта случайность будет, такая не случайная случайность, есть ведь какие-то выгоды определенным игрокам от этого? Вот, чтобы действительно там хотя бы был небольшой конфликт. Тотальной войны невозможно, просто там не развернуто достаточных сил и средств. Ты абсолютно прав. Ну, скажем так, значит, в чем в 19-20 веке война была всегда разрешением экономических проблем? Потому что, ну, как сейчас, по-честному, почему я даже, когда еще в начале развивалась инфодемия, я называл ее третьей виртуальной войной, третьей мировой войной. Именно по причине того, что на вот эту пандемию можно списывать абсолютно все. При этом, при всем, я хочу напомнить точно так же, как в любую войну, вот фраза «Кому война, кому мать родна», я хочу вам напомнить цифры российского заметьте, российского бюджета и собираемости налогов. Потому что это очень и очень и очень важно. Потому что у нас там бизнес плачется, что ему плохо, и это правда, что там плохо как-то там соответственно с экономикой. Так, экспорт в 2021 году вырос на 47 процентов и импорт вырос на 27 процентов. Профицит внешнеторгового баланса 186 миллиардов долларов, миллиардов. Профицит федерального бюджета, профицит, то бишь денег больше 514, ну 515 миллиардов рублей. Доходы доходы федерального бюджета 134 процента, 135 реально, 134,8, если быть точным. Расходы всего лишь 115. Объем фонда национального благосостояния почти 14 триллионов рублей. Международная резерва Российской Федерации 630 миллиардов долларов. Фраза кому война, кому мать родна. Просто под эту сурдину рассказами о там, как тяжело государству жить, обули всю, абсолютно весь список, давайте я сейчас порадую так называемых леваков, весь список Форбс, ну точнее это конечно не список Форбс, обули вас лично, ну потому что подорожали металлы, там бензин, ну то есть все производные из этого, то есть все крупные корпорации, вот эти 110 подписантов, которых вы называете почему-то олигархами, и почему-то радостно им завидуете, и еще главное их также радостно ненавидите, вот их обули на очень приличные бабки. Маленькое, но конечно, как всегда, поскольку мозг не хочет включаться, что что-то здесь не так, что это совсем не олигархи, с точки зрения вот этого все время подойдите, распишитесь и ручку не забудете молодой человек вернуть. Так с олигархами не обращаются. Слушай, ты хочешь сказать, что Владимир Владимирович, выходя на пресс-конференцию, в декабре прошлого года и зачитав по бумажке, согласно которой у нас все зашибись, все цветет и колосится, был не так уж неправ, да? Владимир Владимирович всегда прав. Заметь, я главный путинист страны. Я всегда это говорю. Все, что говорит Владимир Владимирович, это святая истина. Он, когда выходит, он не зачитывает, что зашибись. Он зачитывает, по сути, делает одну фразу. Слышь, холопы. Это относится к этим 110-семьям, они вот к нам. Слышь, холопы. А мы, кто в этой табеле оранжевые? Это даже, знаешь, когда на дне какашки от рыб бывают, когда они перегниют, после того, как перегниет песок и все остальное, вот мы где-то там. Так вот, он обращается к Слышь, холопы, к вот этому списку Форбс. Денег вы мне сдадите, сколько я вам сказал. Сейчас это один зону. А, нет. Это какой-то, как обычно, спам. Вы мне сдадите денег, столько, сколько я вам сказал. Знаешь, как в школе на шторы сдают? Только в данном случае он обращается к людям, которых мы все, конечно, ненавидим, все им завидуем, говорим, ах, и сейчас, конечно же, там куча напишут, вот Потапенко их пожалел. Нет, упаси Господь, я их не пожалел. Просто я хочу, чтобы наконец-то у вас причинно-следственная связь начинала вырастать, что когда вы, вы якобы травите байки про то, как хорошо бы раскулачить вот этих толстосумов, не существует никаких этих толстосумов, не существует ровно в рамках, скажем, чуть более, скажем так, существования, чем ваше. Но только в какую секунду будет дана команда ФАС, и они просто будут, их все до седьмого коленя, они исчезнут в каком-нибудь подвале, их кости даже не найдут, даже их детей. Вот вы завидуете такой жизни? Я, например, нет. Я предпочитаю, может быть, жизнь куда более скромную и среднюю, чем быть растворенным в кислоте до седьмого коленя, в каком-нибудь подвале расстрелянным. Ты знаешь, но я все-таки ты вот первый про экономику начал. Заметьте, не я эту тему предложил. Но все-таки, чтобы у зрителей остатка не осталось какого-то от этого, знаешь, неправильного. Ведь происходит что в этот момент, когда мы так хорошо пополняем ФНБ, когда мы на таких профицитах? Мы с коровы российской экономики получаем одновременно, то есть, во-первых, мы соски и ее вымени вытягиваем до земли, а может быть, уже и ниже мы ее дуем на гаражной яме. Извините за этот образ, может быть, он не очень такой, конечно, эстетичный, значит. И одновременно образ очень правильный. Очень правильный. И одновременно перочинным ножом не стерилизованным. Мы из бедра, из задней части вырезаем себе кусочек мяса. Но, значит, эта стратегия, я не могу ее назвать долгоиграющей. Она называется изъятие денег из российской экономики. Вот с этого, с обсуждения этой проблемы начиналась старая главтема. Ну и что? И вот все в Датском королевстве все вот так же, да? Конечно, ничего не поменялось, Саша. Ничего не поменялось абсолютно. И не будет меняться. Даже не на секунду. Потому что, я тебя уверяю, у нас вот там в комментариях будут о, Потапенко там на стороне олигархов. Я на стороне как раз людей. До тех пор, пока люди не будут видеть главную, поскольку наш канал называется главтема народ, а будет все время для них прокладка, что вот давайте мы вот этих поненавидим. Нет, дорогие, мои хорошие. Давайте все-таки видеть причинно-следственные связи и понимать хуй с ху в этой системе координат. И давай еще немножечко вот театральную сторону всего этого разберем. Вот Путин во всей этой игре, он какой ролевой моделью руководствуется? Знаешь, я уже чуть запутался. Значит, у нас там Александр Невскому там открывают памятник, а он же это же человек, который Россию ограждал от влияния Европы, по сути, да? Он поставил пределы европейской экспансии на восток, но и Николай I тоже вроде при делах, да, и Александр III, которому памятнику, памятнику которого Владимир Владимирович возлагал цветы, или, значит, его ролевая модель, она на уровне макеавеллерской методички, то есть, прагматично, но ничего грандиозного нет. Ну, я бы сказал бы, что его модель поведения, она на уровне парня, которых все время чморили, и хочется доказать большим парням, что он, ну, он отличником не был, что он троечник, но он может их сделать. Собственно говоря, он это доказал абсолютно всем там реальным управляющим страны на того момента Березовскому, Гусинскому. Да, конкретно все объяснил. Объяснил прямо на раздаву. Вопросов не осталось вообще никак. Да, абсолютно да. То есть, они реально могли стать какой-то основой, не самой лучшей, я сразу могу сказать, поскольку этот путь все равно любая демократия проходит, когда финансово-промышленные группы формируются. У нас они ну, через уже там приблизительно бы в года, наверное, пятый и десятый, если бы им не свернули голову, мы бы начали бы формировать первичные заделы демократии. Ну, потому что наши сограждане, которые опять-таки будут обсуждать вот там вот вот эти видео, они все время говорят, зачем нам там правление Гусинского, Березовского, а я вам могу сказать, милый у меня хороший, что правление финансово-промышленных групп первичное, мерзотное, очень мерзотное, это необходимый этап формирования, потому что избежав Гусинского, Березовского, я бы сейчас 90% это будет там про национальность всякой хренисти, мы попросту говоря идем в конкуренцию силовых людей, это будут Сечин, Кадыров, то есть это группировки, которые в отличие от этих, которые, ну, скажем так, были бандитами, будем называть своими именами, но были бандитами, ну, по современным меркам глупыми и бестолковыми, и через определенный промежуток времени как и во всех странах мира, это относится не к России, это везде первичное накопление капитала таким образом происходилось, они бы перешли в состояние необходимости создания институций и правил, потому что передравшись между собой, в том числе используя тогда бандитские, околобандитские методы, они бы пришли к балансу. Сейчас мы вынуждены с отсрочкой, ну, по моим оценкам, поскольку я говорил об этом, что это будет через 5-7 лет, мы должны будем пройти еще раз этот кейс, только куда в более жестоком варианте, потому что люди в генерал-лейтенантских погонах это не глупые, ну, по большому счету, не глупые Березовские и Гусинские, ну, и не такие зубастые и циничные, поэтому вот мы будем бегать по этому дню сурка, если кто-то думает, что оно как-то обойдется, не обойдется, ребята. Слушай, извини, можно я вклинюсь? Я забыл с тобой со зрителями объясниться, что это я так распыхтелся-то и вообще вышел из состояния равновесия. Поговорил с утра со своим другом Алексеем Сергеевичем Лапушкиным, я вот тут даже себе запи... Это единственное, что я записал к выпуску. Значит, он сказал следующее. Значит, я у нас в стране, сказал Алексей Сергеевич, наблюдая переходный процесс, в результате которого моя страна может погибнуть. И я вместе с ней, запятая, но я, запятая, сука, запятая, постараюсь сделать это красиво. Или моя страна выйдет на новый виток исторического развития, и тогда я тем более вместе с ней. Вот согласен, знаешь, вот с каждой запятой из этого, что сказал Леша, как думаешь, а вот сейчас вот на данный момент, в моменте, прям как мы с тобой говорим, куда чаша весов клонится? Сейчас чаша весов, к сожалению, клонится в условную стабильность. Ты знаешь, что вот меня периодически спрашивают, говорят, Дмитрий Валерьевич, ну вы же понимаете, что после Путина будет хуже? Я говорю, я понимаю. Я правда очень сильно это понимаю. Боюсь ли я этого? Я очень этого сильно боюсь. Очень сильно боюсь. Только есть одна маленькая ремарка. Путин не вечен. Вот совсем не вечен. И никакого преемника он создать не может технически. Это лживая абсолютно модель. Он сконцентрировал на себе такое количество полномочий, что он только уйдет вперед ногами. И вот тогда мы получим версию как раз вот этой семибанкирщины. Раньше была семибанкирщина. Я сразу говорю, что это было абсолютно неверное и тяжелейшее испытание для России. Только сейчас следующая итерация у нас будет не семибанкирщина, а семи генерал-лейтенантщина с крупнокалиберным соответственно набором. И если выбирать между семибанкирщиной и семи генерал-лейтенантщиной, то я, к сожалению, понимаю, что в общем очень хотелось бы жить в мире розовых пони, но, к сожалению, этого нет. И России это не дано обойти. Я выберу, к сожалению, семибанкирщину. При том, что еще раз повторюсь, не абсолютно мерзотная модель управления. Ну, поскольку я понимаю, что выход из любого авторитарного управления в условную демократию, в условной институции, это через то, когда крупный капитал поймет, что ему нужны институции, мы этот путь обойти не можем. Почему я регулярно говорю, мы, кстати, сегодня, наверное, много будем говорить, в том числе об олигархах, условных олигархах, которые выживут из этих 110 семей, но, по моим оценкам, обладают капитал, не капиталом, а энергией, вооруженной, ну, от силы, может быть, с десяток. Все остальные лягут под этот десяток. Так вот, именно для них будет важно установление условной демократии, установление институций, равенство перед законом. Причина очень простая. Не потому, что они хотят соблюдать ваши права. Вот это все время звучит, что все люди обижаются, говорят, ну, как же, Дмитрий Валерьевич, вот почему же кто-то о нас не заботится? Кто вам сказал, что о нас кто-то должен заботиться? Вы должны о себе заботиться. В первую очередь вы о себе, о своих семьях. И только в том случае, если вы о себе можете позаботиться, тогда вас будут уважать. В том числе и крупные финансово-промышленные группы, в том числе и будут уважать вот эти генерал-лейтенантские кланы и группировки. Потому что, повышая собственную значимость, собственную стоимость вот здесь, в первую очередь, вы сможете им что-то предложить. А до тех пор, пока вы будете ждать от Тихман на неместный, я всегда говорю, что если вы кому-то передаете ярмоуправление, то, в общем, не обижайтесь, вас заботиться никто не должен. Вас будут сеть батагами. Слушай, а вот вот эта вот проблема выживания, которая перед нами всеми стоит. Я, кстати, когда разговаривал с Яковом Кедми, он как-то меня так опустил немножечко с небес на землю, в том плане, что сказал, что, Саш, проблема, она вообще перед всеми стоит, кроме, по большому счету, Китая. И к 2050 году, мы вот говорили о 30-летии ближайшем, точно такая же проблема выживания стоит и перед Германией, и перед США, перед Израилем вообще в полный рост, сказал Кедми и перечислил, почему. И, в общем-то, мне надежда на лучшее будущее в плане, как-то своя рубаха ближе к телу, Россия, моя родина. С учетом того, что Саша и шьет рубахи, напомню, замечательные рубахи, заказывайте только у Саши. Обсудим это попозже. Но, в общем-то, мне надежда дает... Я тебе всегда говорю, Саша, должен быть уже давно, должен быть внизу прикреплен магазин мерч от Бабылева. Хорошо. Хорошо. Но мы, это самое, я еще труселя не отработал, ты меня... Ты их так продвигал, а я их даже еще не сшил, поэтому мне стыдно, я пока заткнулся про то, какой я хороший производственник. Ну вот, надежду на выживание, она мне лично дает то, что у нас не самые плохие вводные для этого выживания, и при разумном руководстве, в общем-то, мы выжимаем. Выживаем. И тут вот очень важный момент, опять, друзья, извините, эмоционально, я тоже об этом подумал, мой очень хороший и близкий друг рассказал мне, как он провел эти выходные. Провел он их, Дмитрий Валерьевич, просто сказочно. Так получилось, вот судьба его забросила, значит, в начале этих выходных с развеселой компанией в клуб Соха Румс, а на следующий день он со своими родителями был на концерте органной музыки в каком-то храме, я там не упомню, значит, в каком именно, и он мне по результатам, значит, этих выходных сказал, что, знаешь, какая же все-таки разная публика в Соха и на концерте органной музыки. Чему я это все говорю, хочу тебе сказать, вот в руководстве, да, от которого все это зависит. Мы же кого наблюдаем? Ну, давай так вот, чтобы не... Кого сами пропустили, Саша, кого мы наблюдаем, того, кого сами пропустили. И это в том числе и моя вина, и твоя вина. Ну, я там на тебя не готов винить, но моя вина точно, потому что, говорю, что в свое время отсидев по... как это, в засаде, вот они компенсируют это теперь тем, что, в общем, нас имеют. И это наша вина. Ну, моя точно. Ну, ладно. Слушай, комплекс вины это вредно для здоровья. Не-не-не, это не комплекс вины, это просто понимание, то есть, у меня нет вопросов, почему происходит, как это, почему оно происходит именно так, как оно происходит сейчас. Почему, собственно говоря, я неплохо вычисляю, как происходит, в общем-то, развитие событий, в том числе и там. Потому что я иду по всей, о линии, как это, линии рода. То есть, я не рассуждаю о там действующих правителях в отрыве от их же в 80-е годы, от их же в 90-е, от их же там в 95-м, от их же в 93-м, в 91-м. Потому что я могу проследить и вычислить по входным данным, как они мыслят. Только это все ищут какой-то там секрет моих расчетов, а секрет расчетов очень простой. Ребята, чуть-чуть, пожалуйста, мотайте в прошлое. Ну, так, собственно говоря, вернемся к руководству. Я вот, кстати, знаешь, извините, я перебил, и я сам себя ругаю за это, но все-таки вот я тут не удержался, потому что вот мне тоже говорят, Бабылев, а что ты вот рассказываешь про изъятие денег из экономики, а почему-то себя не поджег на Красной площади в знак протеста против этого изъятия. Ну, то есть, это недостаточно виктимен, типа того. Ну, я, как говорится, делаю, что могу, важно только, чтобы мы это, ну, и я, и Дмитрий Валерьевич, мы живем для того, что делаем все, что можем. давай я возражу этим ребятам. Скажите, пожалуйста, вот Саша и Дима по какой-то странной причине как минимум раз в три недели встречаются. Они просто встречаются, а работают, потому что то, что делает Саша, это работа, то, что делает Дима, это тоже работа. Давайте пофантазируем. Вы получаете какой-то сгусток информации. Правильный, неправильный, не надо, вы его смотрите, факт остается фактом. Вы потребили. Внимание, вопрос, кто оплачивал это все? Ну, вот как только перестанет существовать состояние халявы, вот в чем разница между нами и в том числе там условным проклятым западом. В том, что, например, там не существует бесплатного телевидения. И я это всеми руками приветствую, потому что ты самостоятельно платишь за все. Почему там не существует условно-бесплатной медицины? Потому что у нас тоже ее не существует, но нам всем очень нравится, что у нас изымают по-тихому 40% труда, а потом у нас появляется якобы бесплатная медицина. А я считаю, что пусть у нас будет 100% труда на руках, вот дальше каждый будет оплачивать все самостоятельно, в том числе и такие подобного рода каналы. Я могу сказать, что вот если сейчас Саша повесит, например, ссылочку там на Патреон или какую-нибудь карточку, никто, знаете, какой будет объем финансирования в лучшем случае? Ну, может быть, от силы, если в месяц ему будет падать рублей 350, ну, может быть, там, 3-4 тысячи. Это в лучшем случае, при том, что затраты... Я с голоду сдохну, я не буду этим заниматься, честно. Естественно. Правильно, потому что именно поэтому, собственно говоря, мы никогда не монетизируем эту всю историю, потому что нет никакой монетизации. Потому что тут в этом-то и наша проблема, что ужасающее, ужасающее жажда халявы. халявы. Халявы там в виде бесплатной медицины, бесплатной квартиры. Я вот это как читаю, говорю, да, вы считаете, что раньше была бесплатная медицина? То есть, вы искренне считаете, что получая копейки за свой труд, а потом вам с барского плеча вы стояли в очередях за квартирами, за колбасой, и за всем остальным. Может быть, стоило как-то начать себя уважать и раньше, и сейчас, и просто ценить свой труд. И говорить, нет уж, ребятки, давайте я буду ценить свой труд, и вы его цените на сто процентов, а вот как его потом мне распределить, я буду решать. Поэтому я это вижу сплошь и рядом, Саша. Спасибо тебе за эту ремарку, она существенная. Но у меня тут, знаешь, на канале появился модератор, его зовут Алексей, постоянные зрители канала заметили, он меня так немножечко уже стал поддерживать. и объясняться со зрителем. Ничего страшного, Саша. А теперь и ты еще, спасибо. То есть у меня там, ко мне там накопились вопросы, ну будем так вот, что называется, по мере возможности отвечать. Мы не забыли, кстати, про эфир, который мы вам обещали по вашим вопросам. Слово молодца, все же не жижих, молодца, все сделаем, но только война, там нужно поговорить по этому поводу. А то уже много чего наговорили, чего, как говорится, правдой не является. Нам надо и свое слово сказать тоже. Так вот, вернусь к элите. Значит, как сказал кто-то про, значит, наших правителей, говорит, а что ты хочешь от выпускников Института физкультуры? То есть вот, по большому счету, все эти люди, давай так, я не буду их сильно ругать, скажу, что это уровень ментальный, там, эмоциональный, идеологический советского обывателя в самом плохом смысле этого слова. Вот, то есть вот предел мечтания, да, помнишь, какой был там, значит, там, все в дом, все в дом, ну и так далее. Там стеночка, там дубленочка, и все, только просто масштаб поменялся, а модус операнти остался вот этот самый. И это обывательская волна, значит, для кого-то не к счастью, а для кого-то к счастью смела красную перью, и она, Дмитрий Валерьевич, до сих пор доминирует. То есть, а тогда, завершая свой длинный вопрос, тогда какой шанс, что следующая, значит, генерация руководства будет чем-то отличаться от этого вот обывательства? Ничем не будет. Не будет. Дело в том, что обыватель никак не поменяется. Обыватель ждет героя. Он предъявляет тебе претензии, почему ты не сгорел, он предъявляет претензии, почему идите нас возглавьте. Я сашу... Поэтому в этом-то и проблема, что наша власть, она очень хорошо знает нашего обывателя, этот глубинный народ, и очень хорошо, кстати, знает оппозицию. Почему она там в открытую наша власть говорит, что вы хотите всего лишь занять наши места? И, кстати, к нашей оппозиции это зачастую так и относится. Потому что... Сто процентов. То есть... Вот. В этом-то и проблема, что менять именно подходы, а подход очень простой, заставлять людей вырабатывать стратегию и вырабатывать тактики, и только после этого выбирать себе в качестве инструментария нужных им партий и политиков и экономистов, вот это единственная возможность. Выживание Российской Федерации. Это единственная возможность России занять достойное место в ряде всех остальных. Не быть вот этим, то, что я сам начал... Потерявшимся государством на этом шарике внешнего и внутреннего продукта. Только в этом случае, когда мы сами себя заставим работать. Причем работать очень тяжело. Потому что мы очень многое потеряли. Мы находимся на очень тупиковой ветве технологического развития. Но вот это... Мы хотим находиться... Мы хотим ни хрена не делать, а быть в пятерке крупнейших стран. Чтобы оно само произошло. Что типа вот Америка навернется, и вот тут-то... Нет, ребятки, я хочу сказать, что когда Америка навернется, мы тоже навернемся. Когда вот этот посыл, что они упадут, а что это вы-то не упадете? Почему Россия-то не упадет? Что ее удержит от этого падения? Она как будто существует в каком-то безвоздушном пространстве. Основные контракты, простите, с Евросоюзом. А Евросоюз зависим от Америки. Знаешь, что тебя зомбанутые скажут на это? О нас удержит от падения наш штаб-фонд и наши золотовалютные резервы. Моюсь отгорчить. Я только могу сказать, что это золото валютные резервы. Это золото валютные резервы. Это не золото рублевые резервы. Ваша резаная бумажка, валюта находится и является собственностью этих ребят. И какой ее курс по отношению к теме или ином резаной бумажке устанавливать будут они в момент, если у них будет какая-то задница, и принимать или не принимать их валюту, будут решать они. И принимать или не принимать золото, будут решать они. Потому что они первая, вторая, третья, ну и так далее, по десятую экономику мира. Слушай, вопрос, который все задают. Ключевой вопрос в платежности. Вы просто не можете предположить, что, например, ваше золото, вот оно у вас есть, его не примут. Я вам хочу напомнить, у нас уже была такая история, когда ограбили, соответственно, в семнадцатом году все крупнейшие семьи, потом по очень демпинговому курсу принимали все драгоценности, золото и все от молодой Советской Республики. По демпинговому курсу. Сейчас это все-таки чуть-чуть добавлю проактивность к нашему эфиру. Это вопрос, который многие задают. Это такая, конечно, хилая отмазка, ну, какая есть. Спрашивают нас такой риторический вопрос, а зачем нашей, по сути, по продорской элите воевать со странами, где на ПМЖ их семьи? Это такой очередной штрих вот ко всей этой военной, значит, вот этой всей пропагандистской истории. Ну, вопрос очевидный, но все-таки, Дмитрий Валерьевич. Ну, я могу сказать, что что-то,